Это ваш потенциальный клиент. И для того, чтобы он был такой счастливый, вас должны ассоциировать с некоторыми компонентами и принципами, которые необходимо создать вам самим. То есть само по себе оно не появляется, а необходимо сделать так, чтобы люди, соприкасаясь с вами, они начинали чувствовать, кто вы такой и чем вы можете помочь. И это очень важно. Как раз это компонент и совокупность будет того, что мы с вами проработаем, над чем нужно внутри поработать, чтобы стать более профессиональным. Но и это же будет являться обложкой того, как люди будут воспринимать вас. Первое. Люди должны понимать, что соприкасаясь с вами, их ждут перемены. Перемены. То есть вы должны постоянно транслировать, что им нужны перемены. И эти перемены могут прийти. То есть вы создаете контент. Что такое контент? Это некие видеоматериалы, это может быть статьи, это вебинары, это посты в социальных сетях, это трансляция на ваших программах. Вы закладываете людям в голову то, что они должны что-то поменять. Перемены. Перемены, перемены. То есть вы создаете такое ощущение, что соприкасаясь с вами, человека ждут перемены. Ну, естественно, перемены в какую сторону, перемены в лучшую. Как вы пишете, счастливее будет, здоровее, богаче, там, и по всем темам, которые только возможно соприкоснуться, тех людей, которые сегодня здесь присутствуют, чтобы с вами были... Вот человек с вами соприкасается, понимает, о, этот человек, он может дать мне перемены. И вы должны внутри себя, а как я могу это показать, как я могу продемонстрировать, что человека ждут перемены, если я начну с ним, если он начнет обучаться у меня. И эта задача, это как некая мета-идея, понимаете? Следующее. С вами должна ассоциироваться новизна. Новизна. Что вы даете что-то новое. И я вам хочу сказать, что творческий процесс абсолютно каждого тренера, это как раз работать над тем, чтобы вы добавляли что-то новое. Если вы будете делать то же самое, что делают все остальные, и вы не будете ничем отличаться от игроков на рынке, то вы, к сожалению, будете даже не понимать, что происходит. Большой миф и большая, наверное, ошибка многих несостоявшихся тренеров, которые говорят, Артем, у меня такой классный продукт, да и человек я сам классный, но почему-то меня никто не покупает. И в продвижении своих продуктов, продвижении своих продуктов, продукт не занимает, качество продукта не занимает первое место. Потому что на первом месте маркетинг. Продукт должен был, вы должны быть фанатом своего продукта, он должен быть лучший, он должен быть просто мега крутой. Но он никак не влияет на продажу сам по себе. его упаковка и это мы тоже про это будем сегодня говорить это очень важно но важнее куда сделать так чтобы человек когда он с вами соприкасался чтобы он чувствовал что вы даете ему какую-то новизну даете ему какую-то новизну дальше следующий момент вы отличаетесь отличие от рынка отличие что такое отличие что такое отличие отличие это значит что вы делаете не так как другие не так как другие я рекомендую вам книгу прочитать фиолетовая корова а по моему сет годин написал это интереснейшая книга о том как отличаться от других безусловно нужно сделать исследование рынка и посмотреть что предлагают такие же игроки как 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 и вы но вы изучив это должны найти узкие моменты чем вы отличаетесь от других я проведу пример например начиная с 2011 года я обучал предпринимателей которые связаны с млм индустрии люди которые привлекают там продажи делают привлекают новых людей и я обнаружил мое исследование показало что во всех там компаниях которых сотрудничают эти люди обучают одному и тому же как пригласить человека на встречу как провести эту встречу как рассказать маркетинг план как значит преподнести продукт какие характеристики обучения лидерства и просто говорят иди каждый день обрабатывать два-три человека два-три человека но на постоянной основе два-три человека это и за год получишь хороший результат а дальше там уже будет проще могу отличаться и я добавил что новизну и показал им перемены как можно собирать на одном вебинаре 500 человек как можно запустить видео которое наберет 500 просмотров в день и это будет работать 24 часа в сутки как вы думаете начали ли меня критиковать вопрос к вам начали меня критиковать и начали ли меня говорить другие люди что это все ерунда есть проверенная система работающая с пятидесятых годов что это все ерунда нужен личный контакт живое присутствие и бла-бла-бла как вы думаете напишите да или нет конечно я получил огромную порцию критики причем критика была от близких людей от не близких людей от посторонних людей и по сегодняшний день я получаю эту критику где ну для меня это уже абсолютно не играет какой роли но тогда я понимал что это очень сильно может по мне ударить но как-то с этому как-то этому сопротивлялся конечно было да потому что люди знаете в чем проблема была проблема была в том что олдскул олдскул не готова принимать новое я очень часто с этим сталкиваюсь старая школа люди старой закалки люди старой школы они это отрицают и это понятно потому что она уже это же не комфортно то нужно обучаться это нужно развиваться это нужно максимально меняться внутри и проще сделать так сказать что это не работает но люди которые начали это делать начали получать сверх результаты и это очень важно дальше актуальность актуальность насколько актуально то что вы сегодня делаете насколько это понимаете мы же сейчас говорим и про ваш профессиональный уровень и про то как люди будут ассоциировать вас насколько это актуально и своевременно то или иная программа тут или иной тренинг и что человек получит в результате это очень важно очень глубокий мой очень мощный принцип который позволяет людям понять что именно вы им сейчас нужны люди в найти в моей истории я помню когда создал первую программу свою обучающую и сделал опрос дурацкий опросе сделал я спросил у людей сколько вы готовы инвестировать в себя и в среднем получилось знаете сколько 40 долларов в месяц и акса окей через две недели я выложил программу предложил им за 40 долларов программу никто не купил что я был просто шокирован и я задавал себе вопрос подожди я же все узнала они 40 долларов готовы заблудить но никого не это не заинтересовало и я понял что мне нужно учиться тому чтобы показать людям актуальность продукта который будет своевременно решать их проблему за короткий период времени и после того как я начал продавать свою программу я начала продавать со 150 долларов потом поднял до 500 долларов и разбирали очень быстро очень быстро итак мы говорим чтобы люди вас с вами ассоциировали перемены вы можете помочь им выйти на другой уровень что вы с новизной связаны что вы давали что-то новое чтобы вы были отличались то есть у вас было отличие то что вы предлагаете было актуально и если мы говорим про продвижение вашего продукта чтобы люди понимали какой у него функционал почему потому что если вы просто будете давать полезный контент и никуда людей не призывать попасть к вам программу то вы никогда не получите клиентов мало кто будет требовать ваш продукт если не сделать определенные условия но если вы говорите о каком-то продукте то вам точно нужно объяснить что ходит вовну то что внутри что это не просто теория какие-то схемы pdf чек-листы там не знаю какие-то примеры какие-то моделирующие вещи которые позволят им понять как устроена ваша программа и тогда вокруг этого всего как вот в совокупности этого всего вы будете понимать что на чем вам нужно поработать и как люди вас воспринимают потому что большинство людей на русскоязычном пространстве мало инвестирует свои мозги вот вы инвестируете свои мозги насколько вы времени в день проводите для того чтобы расширять свои профессиональный скилл это поражает сегодня до youtube на ютюбе есть ответы всех миллиардеров комментарии интервью а ток-шоу там знаменитых артистов спортсменов там предпринимателей там и россии и украины и соединенных штатов америки и что люди не видят в этом огромный источник новой информации даже на этом бесплатном ресурсе конечно в образовательных программ но вот вы сколько для меня знаете я скажу я когда сажусь в машину я всегда что-то слушаю тут я живу за городом не нужно 40 минутам с утра доехать фитнес-центр вечером я сегодня закончу ехать я всегда что-то слушаю я слушаю разных разных людей я хочу понять как они думают я пас я это знаете это навык который нужно тренировать постоянно постоянно нужно тренировать и если человек приходит к мнению что он все знает то с этого момента он начинает по спиральной динамике падать вниз потому что его развитие начинает сужаться я слушал интервью одного тоже очень состоятельного человека и он у него клиники медицинские клиники ему задали вопрос как вы формируете специалистов высочайшего уровня он говорит для меня важно чтобы доктор знал английский язык потому что все что связано с с какими-то разными проблемами каждый месяц на американском рынке выходит журнал где показываются исследования тех или иных там препаратов изучения лаборатория экспертизы там которые проводятся в америке как ту или иную проблему решить и если я вижу что доктор не развивается и не изучают технологии я понимаю что он непрофессионал но мы это можем взять на абсолютно на любую нишу ножи мы постоянно должны развивать скилл я вижу здесь скилл это навык а я вижу здесь есть люди которые там приходили к нам на программу спикерного поколения я регулярно постоянно изучаю как я могу взаимодействовать с аудиторией я точно не ставлю себе голос вот есть такие программы знаете как поставить себе голос значит как с аудиторией значит как как выглядеть какие фразы говорить мне это не хочется нам наоборот я против этого это моя личная позиция я понимаю что мне на сцене нужно быть таким какой я есть и мне нужно научиться продавать мне нужно дать людям веру это очень важный момент в касании с вместе с вами ваша аудитория должна почувствовать веру но не вас а в себя вера в себя вы должны людям давать возможность понять что у них все получится помните в первом видео если вы смотрели первое видео где рисовал такой крест я говорил о том что вы должны настроиться на внутри настроиться на то что абсолютно каждый ваш клиент он получит результат самый высочайший результат чтобы вы внутри себя создали сверх уверенность что вы стали как раз фанатам этого продукта чтобы выстраивать свой маркетинг и повышая свой профессионализм вы всегда ориентировались на идеальнейший результат вашего клиента и один из принципов которым говорим это дать людям мотивацию и веру в то что у них это получится просто если вы не будете этого давать они этого сами внутри не создадут и я вам в респект я вам уважаю если вы в этой тематике если вы только собираетесь этим заниматься или это уже делаете то это огромное дело почему потому что сегодня неравенство благодаря образованию то есть если мы за посмотрим на самые бедные страны то мы увидим там нету образования там люди не образованы и наоборот где высокая экономика там очень образованные люди и это ответ на наш вопрос что в нашей тематике где мы будем обучать людей нам важно людям давать не только знания но и мотивацию веру в себя еще одна тематика которой мы можем несколько пунктов которые мы можем добавить первое это научиться создавать отношения вопрос к вам как вы думаете как проще всего создавать отношения для того чтобы создавать отношения с вашей потенциальной аудитории вы должны для них оказаться своим человек который понимает тему человек который не является гуру знаете вот я наоборот я всегда говорю я простой обычный парень который просто изучил технологии я понимаю как это работает и могу показать другим людям как они могут достичь этого результата также как и я на своем собственном примере и выстраивание отношений это персонализация последний раз когда я был в октябре в октябре по моему это было да в орландо то на трех дневной конференции очень много спикеров выходили которые говорили о том что они продают одежду они продают какие-то физ товары но как только они добавили персонализацию вот мы все дональда трампа знаем не с политической точки зрения а скорее всего вы читали книги слышали выступления его какие-то или может быть ну то есть вы знаете его что он персонализировал себя хотя в мире очень много состоятельных людей которые не известны которые не персонализировали себя но он себя персонализировал ричард брэнсон там россия лихтенько который постоянно это делает да и он уже с высочайшим уровнем celebrities и сегодня вам предстоит стать интернет celebrities интернет знаменитостью и и для этого нужно вот это все внедрять следующая символика 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 это упаковка мы очень заботимся о том чтобы наши одностраничные сайты выглядели красивыми мы не используем например конструкторы сайтов но мы это конструкторы сайтов можно использовать на старте но если вы хотите делать серьезный бизнес на этом то вам необходимо делать уникальность эксклюзивность для того чтобы люди видели что у нас люди все оценивают по он как говорится по внешнему виду и человек заходит на сайт если он не сделан вкусно то человек на подсознательном уровне начинает понимать что и продукт наверное который предлагается тоже не очень вкусный это очень важно потому что упаковка решает процент конверсии 10 процентов конверсии 100 человек зашло на сайт 10 человек зарегистрировалась значит мы имеем 10 процентов конверсию 15 человек зарегистрировал 15 процентов конверсию так вот упаковка и символика которую вы делаете она позволяет создать некую уникальный с вами Вот это тоже символика, то есть когда вы обращаете внимание на людей, создавая с ними отношения, вы отличаетесь, вы даете им понять, что их ждут перемены благодаря вам. У вас всегда что-то новенькое есть. Вот для меня очень важный принцип, принцип обучения людей. Вот мы будем интенсивно вести 4 марта, это абсолютно всегда новые программы. И это новизна, я не могу вести один и тот же вебинар. У нас запланировано, например, мы делаем какой-то запуск, и у нас встроено 2 или 3 вебинара. Я всегда каждый раз веду разные. Если вы когда-то были на вебинарах, которые я веду на одну тематику, я всегда готовлю новый материал, я всегда показываю людям. Потому что мне даже некомфортно будет, даже мне неудобно, некомфортно говорить о том, что я уже говорил, и я знаю, что есть люди, которые это видели. То есть меня это внутри просто снижает мою энергетику. Но я вижу, как люди получают от этого огромнейшее и удовольствие, и результат, и ценность того, что мы это делаем. Ну и еще очень важный момент, это лидерство. Давайте завершим это лидерство. И новое движение. Это то, что вам нужно формировать. Новое движение. Вот давайте это все теперь вместе соединим. Что такое лидерство? Вы должны внутри себя принять позицию, что вы лидер на рынке. Все очень многое зависит от психологического настроя. Серьезно. Если взять пример публичных выступлений, я часто выступаю. Для меня проводить вебинары по несколько вебинаров в день это вообще норма. Это мой выбор, некоторые меня жалеют. Я сам выбираю это делать. Живые выступления. Но каждый раз, когда я выхожу на сцену, перед тем, как выйти на сцену, я себе ставлю психологическую установку. Это будет самое лучшее мое выступление, которое я когда-либо делал. И невероятно происходят чудеса. Какая-то внутренняя энергия начинает наполняться мной, и ты выходишь на сцену, начинаешь общаться с людьми, ты используешь стендап, ты даешь полезность. Ты говоришь с ними на языке не какого-то закрученного там сверхумного человека, а говоришь на языке на таком, на котором они тебя понимают. Зал смеется, зал переживает, потому что ты управляешь аудиторией, и ты начинаешь с тобой получать удовольствие. И внутри позиция, я беру лидерство, и я теперь не просто хочу подзаработать, продать свой тренинг, как-то монетизировать там, и пускай как дальше будет. А вы действительно берете на себя вот такая осанка, я раньше использовал это словосочетание, осанка должна быть на 1 миллион долларов, понимаете, когда вы продаете. Это очень важно. И формирование нового движения. Вы должны декларировать и заявлять постоянно, что вы формируете новое движение. Новое поколение людей, которые будут достигать результата. Кому это относится? Мы формируем новое движение людей, которые поймут, как сделать это. Мы формируем новое движение таких людей, которые поймут вот эту важную вещь в новизне, в переменах, чтобы получить этот результат. И теперь мы это делаем и все совмещаем вместе. Это ваш потенциальный клиент. Он очень рад, что он с вами познакомился. Потому что у него внутри создается четкое понимание отношения. Вы человек, который является лидером, и видно по вам, что вы лидер. Вы создаете новое движение, вы даете им веру в то, что они получат результат. Это очень важно. Люди сами по себе, вы заметили, что самого себя сложно мотивировать. Это могут делать единицы людей. Те люди, которые живут осознанно, контролируют себя. Те люди, которые понимают, чего они хотят, и они понимают, каким нужно стать человеком. Вот есть цель, а вот есть ты. И ты думаешь, вот это моя цель, вот это я. И кто-то задает вопрос, как мне достичь этой цели? Но это неправильно. Ну вернее, это правильно, но есть более мудрый вопрос самому себе. Каким человеком мне надо стать, чтобы достичь этой цели? Каким мне человеком надо стать, чтобы достичь этой цели? И люди сами до этого не додумываются. И вы можете показать, как они могут получить этот результат. Вы им даете эту веру. Вы им показываете функционал полностью, который может им помочь. вы им показываете актуальность на рынке, как это использовать, вы им даете новизну, вы выстраиваете с ними отношения, они чистуют от вас заботу, они видят, что вы отличаетесь на рынке именно этим, потому что очень много шарлатанов, ну шарлатанов, знаете, я бы не сказал бы, это не грубое слово шарлатаны, но люди, которые об этом даже не задумываются, что это и является огромная монетизация и капитализация в новой экономической модели, где мы продаем свои знания. И самое главное, это перемены.